Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим, покупать или не покупать я не смогу вам подсказать, но обсудим Т-34 экранированный, которого выложили на продажу. Я никогда не рекомендую покупать или не покупать, я могу просто показать вам танчик своими руками среднестатистическими, ну а если вы уже играете как я или лучше меня или хуже меня, это даст вам ну хоть какую-то отправную точку в отношении того, брать ли вам эту машину и зайдет ли она вам. Итак, что собой представляет Т-34 экранированный? Это машинка средний танк 5 уровня, играется она честно говоря довольно неплохо, я не могу сказать что это имба, но кратенько давайте сначала обсудим само предложение. Смотрите, за 3000 голды вам предлагают танчик 5 уровня с легендарным камуфляжом, у меня его нет, я просто брал машинку голую лысую в свое время, получал ее абсолютно бесплатно. Есть Х5 опыта и заметьте ребята, что он распространяется не на конкретно Т-34 экранированной, а в целом на любые танки и таких сертификатиков у вас 10, короче говоря довольно неплохо. Есть скидочка на покупку танка, но 5 уровень как бы ну не особо, согласитесь, там ценники кусаются, поэтому можно было бы и без него. Место в ангаре даже обсуждать не будем, потому что по другому машину просто не поставить, если у вас этих мест нет. И открытое все оборудование. 3000 голды для этой машины, ну как бы не знаю, знаете, вот просто машинка на любителя, кто-то не любит песок, кто-то будет меня осуждать за то, что я песок в принципе осматриваю. Но ребят, есть любители песка и есть любители коллекционных машин, короче говоря, просто на любителя. Я вам расскажу свою историю, у меня практически на всех моих аккаунтах есть Т-34 экранированный, он когда-то был в Увенте, в котором можно было получить Т-34 экранированного, ну просто таки на халяву. И вот представьте себе, я на основе этот танк провтыкал, провтыкал его следующим образом, я собрал все 100 сертификатов, которые, простите, 100 частей сертификатов, которые необходимы были для открытия машины. Кто не знает, они выглядят у вас в хранилище вот таким вот образом, вот у меня есть сертификаты на Черчилля, допустим, есть на Т-28 и так далее. Вот сейчас собираю сертификаты на Кошмар. Короче говоря, суть сводится в том, что когда вы набираете нужное вам количество, в данном случае 100 штук, есть кнопка обменять и есть кнопка объединить. И вот я баран-бараном нажал кнопку обменять, обменял все сертификаты и потом мне было настолько грустно, что данная машинка не зависла у меня в ангаре на основе, ну прям до безобразия. Но с учетом того, что на всех остальных аккаунтах у меня эта машина есть, я не вижу для себя смысла приобретать ее за 3000 на основу, ну как бы дурная трата кровной голды. Итак, что собой представляет машинка? Броня, я бы не сказал, что прям какая-то, но хоть что-то, она, ну, танкует, да, там не прям все залетает, можно немножко ромбовать, есть рандомные рикошеты, поэтому по броне как бы, ну, не сильно фонтан, но есть. Вот родоначальник Т-34, ну вот эта машина, да, машины, честно говоря, вроде бы похожи, но честно, как на меня, по-моему, полностью разные, да, вот по силуэту туши, по башне, короче, по высоте, ну, просто как бы машины абсолютно разные. Почему Т-34, Т-34 экранированный настолько разные, я, ну, не совсем понимаю. Возможно, имеется в виду, что все вот это вот сверху, это экраны, которые прячут, но, ребят, башня явно не от этого танка, согласитесь. Поэтому, ребят, я и говорю, Т-34 экранированный, не надо путать абсолютно ни с кем. Что при собой представляет орудие? Орудие, честно говоря, довольно прикольное. 7 секунд перезарядки, ДПМ не сильно большой, разброс нормальный, терпимый, не сильно классный, конечно, но окей. Время сведения, хотелось бы, конечно, чутка получше, но заценивать будем непосредственно в бою. Пробитие для пятого уровня, я бы сказал, что не фонтан, но работать можно. Средний урон в 160 единиц, средние танки шестого уровня, как правило, сейчас, насколько вы знаете, в УВН-машинах, наделяются именно таким, как правило, средним уроном. Есть УВН-ы довольно неплохие, 17 вверх и минус 8 вниз. Короче говоря, орудие, в принципе, оно комфортное для игры. Ну, а что собой конкретно представляет машинка в бою, сейчас заскочим в бой и посмотрим. Пока мы туда запрыгиваем, я хочу, ребят, обратиться к тем, кто смотрит мои видео на постоянной основе. Но почему-то не подписывается на канал. Мне безумно нужны ваши подписки, реально, мне безумно надо ваша подписка для того, чтобы иметь возможность продвигать канал. Вы все равно смотрите мои видосы, поэтому, если вам не сложно, подписывайтесь по желтому шильдику, вот здесь вот внизу, в правом углу. В один клик становитесь постоянным зрителем уже официально моего канала. Дело в том, что статистика, которую мне показывает YouTube, говорит о том, что более 75% моих постоянных зрителей смотрят мои видео без подписки. Ребят, мне крайне, крайне приятно, что такое огромное количество людей смотрят мои видео. Это значит, что мои видео кому-то полезны, кому-то просто интересны. Я не могу сказать, что в своих видео я кого-то учу играть. Нет, я просто показываю вам то, как машина себя ведет в среднестатистических руках. Ну и, соответственно, даю вам возможность понять, нужна ли вам эта машина. Мне очень сильно не нравятся те обзорщики, которые показывают машины постоянно имбовыми. А когда приобретаешь данную машину по их совету, да, или поведясь на красоту их боя, которые они выставляют, потом, ну, ощущаешь дикое разочарование, потому что в данном случае 3000 голды за машину, согласитесь, это существенно, если ты не имеешь возможности донатить в игру, и ты просто собираешь кровную голду просмотрами рекламы там и так далее. Ну, заговорился и, к сожалению, промазал по ПЗшке. Итак, ребят, по подвижности. Я бы сказал, абсолютно нормальный, стандартный, средний танчик. Он классно, бодренько откатывается назад, то есть можно кинуть шотик, но и, соответственно, спрятаться. Ну, вот то, что я говорил, что отхватывает он, в принципе, довольно-таки спокойно, то есть нельзя сказать, что машина прям вообще никем не пробиваемая. По точности орудия, ну, вот смотрите, не отъехал бы, я сейчас кинул бы ему в гуслю абсолютно спокойно. Говорю это к тому, что танчик на средних расстояниях, он отыгрывается, но, я бы сказал, комфортно. То есть я не могу сказать, что я ощущаю дискомфорт. Углы склонения просто шикандосные. Время перезарядки для среднего танка на пятом уровне тоже вполне-таки приемлемое и приятное. Ну, то есть я настолько, настолько, ну, как бы, секундочку, не разочарован был этой машиной, когда получил ее на халяву, что безумно разочаровался, когда эту халяву, вот такую великолепную халяву я пропустил. И, получается, сам ее, ну, как бы, не допустил стоять в своем ангаре. На других я выкатываю довольно часто в аккаунтах данную машинку. Она мне нравится. Мне вообще, честно говоря, нравится периодически выкатываться на пятом уровне, ну, и фаниться просто в боях. Я не сильно большой любитель игры исключительно на восьмерках. Я не играю исключительно для того, чтобы поддерживать свою стату. Я за статой, в принципе, за своей не слежу. Но, короче говоря, машинка довольно-таки прикольная. Сейчас в этом бою слишком много разговаривал, слишком мало играл. Закатимся сейчас в следующую каточку. Ну, и, соответственно, возможно, получится сделать чего-то больше. Досматриваем бой, ну, и смотрим обязательно результаты этого боя. Итак, друзья мои, смотрите, союзники просто красавчики. Действительно классно отыграли. Молодцы, вытащили бой. Тысяча единиц нанесенного урона. По фарму, ребят, пятый уровень, поэтому особо не заценим. Но давайте посмотрим. Без учета према 20 тысяч неполных. С учетом према 30 тысяч. Но, в принципе, для пятерки, согласитесь, довольно-таки неплохо. Я не могу сказать, что шикандос, и не могу сказать, что пятый уровень, это вообще, в принципе, про фарм. Это абсолютно не про фарм, это про фан. А вот просто про получение удовольствия от игры, вне зависимости от результата. Знак классности третьей степени, практически ничего не делая. И в результативности нашей команды мы заняли третье место по урону. Понятное дело, что если бы прожили немножко дольше, то и заняли бы где-нибудь второе место однозначно. Итак, давайте запрыгнем еще в одну каточку. Я попытаюсь побольше все-таки времени и внимания уделить непосредственно боевым событиям на экране, а не рассказам о танке. Но от себя все-таки добавлю еще раз, что данная машинка, она явно не для тех, кто собирается на ней фармить. Ну вот сразу, ребят, если вы думаете по поводу прем танка, для того, чтобы на нем зарабатывать себе серебро. Нет, ребят, пятый уровень, как я уже сказал, абсолютно не про это. Кому эта машинка подойдет? Данная машинка подойдет тем, кто любит вот такую вот среднюю по скорости игру, любит средние танки. Ему нравятся точные орудия с не очень большой альфой, пускай, но в принципе с достаточной альфой. И кто умеет хорошо справляться с таким классом техники, как средние танки. Кому данный танчик не подойдет? Мне почему-то кажется, что данный танчик не сильно подойдет исключительно вот таким вот прям совсем новичкам по одной простой причине. Потому что живучести у данной машины по сравнению с другими, я бы сказал, что нет, ну не выше, да. То есть не то, что ее нет. Живучесть есть, но эта живучесть, она не намного круче, чем у каких-то проходных, допустим, автомобилей в данной игре. Говорю о чем? Говорю просто о том, что прем-танк для новичка, он должен быть максимально прощающей ошибки игрока. Если же игрок эти ошибки допускает, допускает часто, а сам танчик ему эти ошибки прощать не будет. Но согласитесь, удовольствие такая игра ему явно доставлять не сможет. Поторопился немножко. Вот терпеть не могу, когда вроде бы танк находится абсолютно в твоем прицеле. Ты стреляешь, но по какой-то абсолютно необъяснимой для тебя причине снаряд умудряется прилететь именно вверх горизонта. Ну как-то глуповато, честно говоря. Уже если танчик для тебя светится и попадает исключительно в твой прицел, ну тогда, наверное, ты должен иметь возможность по нему попадать однозначно, без всех вот этих рандомных каких-то промахов. Так, ну что-то, блин, не сильно фартит. Один прячется. Ну давай, вылазь Т-25. Ладно, я думаю, что стоит психануть немножечко. Кинул наугад. Вот смотрите, подвижность, то, что я говорил, что как для среднего танчика, ну вот сейчас перекатываюсь и, честно говоря, наверное, даже, ну, выше среднего, да, подвижность. Есть средние танки, которые похуже, безусловно, передвигаются по карте. Ну, это вот то, что я говорил про рандомные рикошеты. У машинки они есть и, в принципе, это довольно-таки часто помогает и способствует в игре. Так, остались два ТТ, а моя жадность просто-таки разрывает меня изнутри. Я тоже хочу хоть что-нибудь сделать, тоже хочу хоть в кого-нибудь пострелять. Как-то так сложился бой, что у меня это не выходило. Два Митсу 108. Ну, довольно-таки неплохая машина для того, чтобы сопротивляться. Уж тем более на своем левеле. Попадание. Прячемся. Вот то, что я говорил, что назад машинка откатывается просто шикарно. То есть ты реально можешь вполне спокойно откатиться назад после выстрела. Ну, или наоборот, из-за преграды, из-за какой-то выкатиться, кинуть. Ну, и, соответственно, начать прятаться обратно. Не повезло. Митсу мог меня добрать, но у меня осталось хпшки 41. Поэтому не смог он меня вынести в ангар. Итак, ребят, смотрим на результаты боя. Возвращаемся в ангар. Ну, и кратенько подсуммируем все, что мы с вами увидели. Ну, и будем делать плюс-минус какие-то выводы. Смотрите, 1137 единиц урона. Больше, но на сотню всего лишь, чем в прошлом бою. И заметьте, в этом бою мне вот просто постоянно не фартило. Ну, и мало того, что не фартировало. Там несколько раз я поторопился. Раньше кинул, чем надо было. Кидал наугад. Короче говоря, так или иначе, первое место в команде по урону. Я не знаю, насколько там это является объективной оценкой данной машины. Но вот как есть, так есть. Теперь, смотрите, за вот эту победу, с учетом того, что мы сделали всего лишь на 100 единиц больше урона, мы получаем с учетом према 38,5, без према 25,5, да. Ну, будем говорить 26 и там 39. Будем округлять все-таки в свою пользу стрелка. Короче говоря, ребят, это вот такая вот тема. Она встречается на данной машине постоянно. И честно говоря, именно из-за вот таких вот боев, которые не сильно напряженные, но вполне такие приятные, я очень сильно жалею, что данной машины у меня нет на основе и что я ее профукал. Знак классности третьей степени опять практически ничего не делая. Понятное дело, что планка поднимется, как только игроки там сейчас кто-то купит себе эту машину. Но я уверен, что большинство не захочет тратить 3000 голды на машину пятого уровня. И честно говоря, зря. Потому что если вы хотите взять себе машину не для фарма, а просто ради удовольствия, и у вас есть возможность потратить 3000 голды для этого, то в целом машинка довольно прикольная. Я понимаю, что сейчас мне скажут по поводу того, что за 3500 можно взять годную семерку, допустим, какую-то. Да, ребят, не спорю, можно. Можно, допустим, зайти в дерево исследования и посмотреть, что в дереве исследования вы можете себе приобрести вот нормальная семерка. Да, дороже. Т-23Е3. Обалденная машина. Ну, шикарный средний танк седьмого уровня. Лично мне он заходит. Он очень приятный, очень комфортный. И мне он действительно нравится. Я считаю, что это прям мастхев. Но мастхев, ребят, в ангаре новичка. А мы говорим сейчас о том, что данный Т-34 экранированный, это не прям для новичка. К нему необходимо найти подход. Но его углы склонения, его точность орудия, скорость перезарядки и маневренность по карте, ребят, она не оставит вас равнодушными, если вы эту машину все-таки решите себе приобрести. Я никого не агитирую. Я не говорю о том, что 3000 голды прям вот 100% сейчас берите и тратьте. Нет, это не тот случай. Это действительно машинка на любителя. Просто если вы любитель хорошей игры и вас не расстраивает, что вы не будете держать там средний уровень урона или не будете там обязательно держать планку своей статистики по победам, вы просто будете заходить в бой ради того, чтобы получить удовольствие от этой игры, то безусловно Т-34 экранированный это танчик для вас. На данный момент у меня все. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, если вы этого еще не сделали, но смотрите мои видосы. У меня вы найдете исключительно честные обзоры на технику руками обычного среднестатистического игрока. Я не снимаю огромное количество видео и не вырезаю самые красивые моменты, чтобы сказать, что именно так машинка будет играться в ваших руках. Она будет играться в ваших руках именно так, как показываю я, если вы также играете, как и я, и имеете такую же среднюю статистику по победам. У меня она танцует, ребят, от 50 до 55%. Всем всего хорошего. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Возвращайтесь. Я вам буду безумно рад. Всех благ, мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok